Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя наша тема – это расчёт стержня на удар. План. Первое – ударное действие нагрузки. Второе – основные допущения технической теории удара. И третье – формула для динамического коэффициента. Начнём. Ударное действие нагрузки. Рассмотрим какую-либо неподвижную закреплённую упругую систему, на которую с некоторой высотой H падает груз Q. Пройдя путь H, груз Q, движущая с некоторой скоростью, приходит в соприкосновение с неподвижной системой в процессе дальнейшего движения, вызывая её деформацию. При этом система оказывает упругое сопротивление перемещению груза, возрастающие по мере увеличения деформации. Удар. Взаимодействие тел, при котором за очень малый промежуток времени скачкообразно возникает конечное изменение скорости соударяемых тел. После удара в некоторый момент времени скорость перемещения груза становится равна нулю. В этот момент деформация системы и напряжение, возникающее в ней, достигает своих наибольших значений. После того, как скорость груза станет равной нулю, происходят постепенно затухающие колебания системы и груза. В результате останавливается состояние статического равновесия, при котором деформация системы и напряжения в ней равна деформациям и напряжения, возникающим от статических движущих силы R. Цель расчета сооружений на удар является определенно наибольших деформаций и напряжений, возникающих в результате удара. Основные допущения технической теории удара При расчете конструкции на удар принято следующее допущение. Удар неупругий, то есть тело после соударения не отделяется друг от друга и движется совместно. После соударения в некоторый момент времени скорость перемещения ударяющего груза становится равной нулю. Вид деформационной системы при ударе в любой момент времени подобен виду деформационного состояния системы при статическом нагружении. Вот здесь указано, на рисунке указано все движущие системы, падающий груз и все. Теперь здесь дельта X и дельта XST, вот здесь, вот эти, у нас динамические и статические прогибы в произвольном сечении X. А дельта динамическая и дельта XST у нас динамические и статические прогибы в точке соударения. Масса ударяемого тела считается малой по сравнению с массой ударающего тела. Напряжение при ударе не происходит предела пропорциональности так, что закон Грука при ударе сохраняет телу. Потеря части энергии, прошедшая в теплоту, колебания пренебрегает. Теперь уже начнем. Формула для динамического коэффициента. Груз Q падает с высоты H, деформирует систему, как на рисунке. Работа, совершаемая грузом Q на перемещении, является следующей. H плюс дельта динамическое. И оно равен следующему. Сила, деформирующаяся стержень от момента соударения до остановки груза изменяется от нуля до значения Q динамической. При этом потенциальная энергия упругой деформационной стержень составляет следующую. На основании закона сохранения энергии работа внешних сил равно потенциальной энергии. Теперь мы получаем следующее уравнение. Принимая допущение, что Q динамическое равно Q динамической коэффициента, мы получаем следующее все уравнение. Решая уравнение относительно динамической коэффициента, получаем динамический коэффициент при ударе. При свободном падении тела, тогда у нас динамический коэффициент составляет следующее. Мы закончили нашу тему. Вот контрольные вопросы, чтобы вы укрепили эту тему. До свидания, дорогие студенты.